Ребята, всем привет! Сегодня министр Абайев прокомментировал проблемы доступа в интернет, которые случились в особенности 9 мая. И вот в кулуарах правительства Министерства информации и общественного развития Дориан Абайев сообщил, что его ведомство не имеет никакого отношения к блокировкам, передает он. Он министр информации и он в первую очередь должен знать, что происходит с интернетом, а тут он как бы не владеет информацией или владеет, но молчит об этом. И вот его прямая речь, я сейчас не могу прокомментировать в должной мере, но действительно, как провайдеры сказали, были технические неполадки. И сказал он журналистам и попросил этот вопрос адресовать им, провайдерам, ха-ха-ха. То есть Казах Телеком, Телед 2, Билайн с сотовым оператором. И вот, ну в принципе вопрос касался в основном 9 мая. Все мы знаем, что случилось, все социальные сети почти были отключены, Ютуб и Фейсбук не работали. В том числе и новостные сайты не работали. Ну, таксисты жаловались, ведь они через различные приложения пытаются находить клиентов, а тут интернета нету и таким образом. И очень много они потеряли в этот день. Ну и не только этим пострадали таксисты, точно и те, кто пытался осуществлять покупки там в интернете или в офлайне, я имею ввиду в магазинах, расплачиваться через карточку. Интернета не работает и значит движение остановлено. Вообще, какой ущерб в этот день нанесен нашему государству экономике, один бог знает, но суммы с большими нулями. И вот, кандидат в президенты Такаев недавно посетил город Уральск. И вот он сообщил о том, что расхищать народные деньги никому не позволено. И якобы будет Такаев жестко наказывать. И нужно за это жестко наказывать. Это якобы отвечает какой-то там что-то задачей. Эффективное государственное управление Акиматом необходимо внедрять новые управленческие технологии. Моя позиция – необходимо ужесточить ответственность и подотчетность за реализацию госпрограммы использования бюджетных средств. Отметил президент на встрече с общественностью Западной Казахстанской области. А что было эти 30 лет? Вы же уже у власти 30 лет. Что мешало вам побороть эту коррупцию? И теперь вы опять мыло начало. И начиная с начала пытаетесь, используя, так сказать, предвыборную риторику, громогласно заявлять, что мы боремся с коррупцией. Какая коррупция, какая борьба? Да нет никакой у вас здесь, в нашей стране борьбы. Поскольку все те, кто замазан теми или иными делами касательно разворовывания средств, мы их всех налицо знаем. И в основном вот эта власть авторитарная, которая сейчас формировалась, она создала такие условия, когда какая-то часть, я бы сказал, основная, большая часть этой власти скурвилась, проворовалась. И в том числе это касается и высшей эшелоны власти. Хотите победить коррупцию? Дайте, отдайте власть народу. Дайте возможность людям выбирать свою власть. Ну, он пытается с помощью этой риторики что-то там доказывать. Это такая, понятно, что эти выборы всего лишь спектакль. Хотелось бы отметить, что все вот эти года, 30 лет, пока восседала эта власть, у нас особо-то и не были никогда честные выборы. Выборы это, знаете, это апогея, да? Это день, когда народ приходит к избирательным участкам для того, чтобы заявить себя как источник власти, самый что ни на есть. И вот на протяжении вот этих 30 лет мы приходили к этим избирательным участкам и заявляли себя как источник власти. Правда, нас никто не слышал. И плювать они хотели на наше воле, изъявление. Мы можем себя чешить этим, что мы источник власти, что мы кинули бюллетени в избирательную урну, что наш голос каким-то образом зачтется, что мы выполнили свой патриотический гражданский долг, пришли на избирательный участок, проголосовали. Все эти 30 лет ходили. Особенно это касается старшее поколение, пенсионеры, которые ходят дисциплинированно на эти избирательные участки. Все эти годы ходили по инерции советских времен, думая, что власть считается с их мнением, с нашим мнением. Но там сидели комиссии, которые шуровали, муровали. И в итоге то, что мы сейчас имеем, это власть, которая почему-то не сменялась. Вы представляете, через сколько страна прошла, через сколько выборов, и мы ни разу не поменяли власть. Ни разу. Они сидят, тяжелиться. Уже не то, что пенсионный возраст у них наступил, не то, что им уже пора с внуками нянчиться, им уже все, им пора уходить. И в абсолютном смысле слова того, они до сих пор правят нами, бывшая номенклатура. Я вот не понимаю, каким образом советская власть могла воспеть таких, я бы сказал, такие кадры номенклатурные комсомольцев, которые до сих пор сидят и вешают нам лапшу. Ну вот как-то так. Далее смотрите, что сейчас происходит. Это я вот по сегодняшнему дню хочу сказать. Меня попросили прокомментировать кандидатов, которые сейчас участвуют в качестве кандидатов в президенты. Борются, создают иллюзию борьбы. Ну, что я могу сказать про Касанова? Я вчера говорил. Касанов – это человек, который, да, он пришел от оппозиции, власти допустил его участвовать в качестве кандидатов в президенты. Но она определила ему песочницу, там он и играет в эти игры, и им играет в власти. Я так понял, вот уже сейчас можно судить по тому, как он ведет выборную кампанию. Настолько она некачественная, насколько она такая невзрачная. Я склоняюсь больше к тому, что все-таки были какие-то договоренности между Касановым и властью, частью ее власти, по поводу того, что можно, а что нельзя в этой выборной гонке ему. В общем, определили черту, за которую он не должен заходить. И вот он пытается вот в этой песочнице как-то развернуться, как-то себя показать. И мне интересно, там вот обсуждалось по поводу того, что зачем Касанов выдвинул себя в качестве кандидата, зачем ему это нужно. И его аргумент, как раз один из его аргументов, что я, по крайней мере, хорошо знаю ситуацию политическую, иллюзии особо не питаю. Но так или иначе, это возможность использовать вот эту трибуну в качестве кандидата в президенты для того, чтобы донести до народа, до массы идеи демократии. А я вот отвечаю Касанову какие идеи демократии, что он донесет. Почти каждая партия, вот это, в Казахстане вот эти, каждая партия, кандидат, они все говорят о этих демократических ценностях, в их программах они есть. Дело же не в этом. Можно тысячу раз говорить о том, что есть возможности, что народ должен управлять государством, что у нас должно быть свободу слова. Но это лишь форма. Ее надо наполнять содержанием. А содержание, это как раз, если бы Касанов вышел за эти флажки, за этот договорняк и заявил о том, чтобы хотя бы используя вот эту трибуну, потребовал от основного фаворита Такаева, чтобы он пошел с ним на дебаты. Это было бы интересно. И даже если бы Касанов бы, то есть Такаев ничего бы не ответил, так или иначе, это уже было что-то. Но его выбранная компания ни туда, ни сюда. Но вот то, что касается коммуниста от КНПК, который выдвинулся, я что могу сказать. Это партия, от которой он выдвинулся, это партия фейк. Это партия, которая была создана в пику коммунистической партии Казахстана, чтобы ее расколоть. И потом уже решение суда, которое не имеет ничего общего со справедливостью. Настоящая оппозиционная коммунистическая партия, которая начиналась с 90-х лет в своей шествии в Казахстане, она была ликвидирована. И вот, вот эта КНПК осталась. Ее контролируют из Аккорды. Вот и все. Вот, что я могу сказать об этом кандидате. Ничто. Есть еще кандидат от профсоюзов, который выдвинулся. Есть ли у нас вообще профсоюзное движение в Казахстане независимое? Все, что дышало, все, что было самостоятельным, давно, давно, давно уже выжжено в Казахстане. Профсоюзное движение ручное находится под властью либо под администрациями предприятий. Таспихов, которого выдвинули, он с западного Казахстана, с города Уральска. В последнее время он руководил не только профсоюзное движение, но и также был руководителем филиала Каз Транс Газ Айма. А мы знаем, что это за организация, монополист. Даже не берусь развивать мысль про эту так называемую организацию, которая поставляет наши дома ГАЗ. об этой организации ничего, ну что можно сказать, ну даже не знаю. Вы все знаете, что она из себя представляет. И вот этот Таспихов, он также был в 90-х годах руководителем, он по-моему даже приватизировал, если я помню, могу ошибаться, был руководителем АО «АЯС». Это предприятие, которое еще советских времен занималось шитьем, изготовлением, ваяло вот эти валеньки. Валеньки. Весь Советский Союз, почти Казахстан пользовался продукцией этого предприятия. Ну сейчас предприятие это по-моему уже все, его нету. Вот. кто такой Таспихов. Что касается еще одного кандидата, я даже не стал выяснять, он сейчас ходит там по ночным кафе, там учит молодежь, что нельзя пить водку, надо пить кумыс, вот это еще там, ну кто там еще есть, а, есть девушка, женщина от Акжова, она вроде бы была. А вот почему женщина в этот раз участвует в качестве кандидата, вот это интересно, да, и, видимо, через нее примеряй Доригу, мне так кажется, хотя эта женщина от Акжова была выдвинута, Акжова это партия тоже управляемая со стороны администрации президента, некогда оппозиционная, потом там произошли ряд перипетий, долгая история, но так или иначе это не оппозиционная сейчас партия, и вот эта женщина, скорее всего, она подвигу, видимо, хотят посмотреть, пощупать общество, как будут реагировать на женщину в ходе голосования, вот эти выборы нас приведут в итоге к тому, к чему мы и стремились, я имею ввиду своей пассивностью, я имею ввиду отрешенностью от политики, но в итоге выиграет, как всегда, власть, она будет праздновать, в принципе, она даже праздновать осмотра и не будет, потому что так таковой победы не будет, это спектакль же, победа будет как бы, вот, инаугурация будет как бы, вот, все это формально, единственное, вот я помню, когда 2005 год были выборы, оппозиция более-менее была живая в Казахстане, был допущен в качестве кандидата от единой оппозиции Жармахан Туикбай, и там действительно была хоть какая-то конкуренция, там действительно что-то было живое, да, и когда такая, то есть, Жармахан Туикбай проиграл, он, по-моему, 6 с чем-то процентов набрал, в Алмарте, 20 процентов было, по протоколам, и вот, случилось так, что в Аккорде, да, там, Назарбаев радовал, все, оппозицию на лопатки положил, гордился этим, был какой-то азарт, сейчас нет, сейчас все мертво, мертво, и эти выборы, они, не представляют никакого интереса, потому что все и так ясно, выборы, где нету выбора, и выборы как спектакль, в общем, вот такие дела, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии, будет интересно подискутировать на эту тему, ну и, конечно, ролик понравился, ставим лайк, это продвигает видео, там есть колокольчик, тоже на него нажимайте, вот, в общем, всем пока,